Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перевод Иногда он кричал, как птицы Чакора, Краунча, Чакрахва, Барадваджи, или как павлины, а иногда, притворяясь, будто боится, тигров и львов вместе с маленькими зверями бросался на утек. Комментарий Кришна Субтитры создавал DimaTorzok Кришна Субтитры создавал DimaTorzok Текст 18 Так, Верховный Господь, чьим мягким лотосным стопам вечно служит богине процветания, пустив в ход внутреннюю энергию, скрывал свое трансцендентное могущество, играя роль простого сына-пастуха. Однако, даже наслаждаясь незатейливыми развлечениями деревенского мальчика в обществе других деревенских жителей, иногда он все же совершал подвиги, которые под силу только богу. Завтра текст 20 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прыгал с них и так далее. Никаких горок, ничего такого не было. То есть есть естественная среда, в которой можно наслаждать свои чувства. Можно пойти в лес, там куча всего. Камушки, шишки, листочки. Вместо этого сейчас пластиковые игрушки. Мы касаемся все время чего-то искусственного, искусственных вещей. Живем в искусственной среде. А все это происходит, потому что у нас искусственное сознание, у нас искусственные желания. Все дальше и дальше от Бога. И это все указывает на искусственную цивилизацию. Весь материальный мир возник на этом стыке, на конфликте желаний. Желание Кришны и желание живого существа, пожелавшего быть независимым. Вот отсюда рождается материальный мир. В одном из комментариев, в первой песне Шимат Бхагавата, Шила Прабхупада говорит, что живое существо уходит из духовного мира помимо воли Верховного Господа. Совершенно четко. Помимо воли Верховного Господа. То есть, движимое своими собственными эгоистическими желаниями, стремлениями, оно создает этот искусственный мир. Если посмотреть, как живет Кришна и как живем мы, то мы видим, что все совсем разное. Естество или искусственность. И даже когда люди делают что-то искусственное, они все равно пытаются подражать естеству. Не знаю, как они тут. А, вот эту? Нет. Чтоб чуть-чуть приподнять. Они все равно пытаются подражать естеству. Какие-то делают искусственные пальмы, которые ставят возле какого-нибудь там кафе. И все, у вас такое ощущение. По вечерам они загораются. Это все. Вы как будто в каком-то тропическом месте сидите. То есть, это искусственная вещь. Но она красива окажется, потому что она подражает естественной пальме. Естественную пальму делать невозможно. Кришна может сделать. Мы ничего не можем сделать. И мы постоянно видим, вот живя в этом мире, столкновение двух природ. Природа божественная, созданная Богом. И природа искусственная, созданная человеком. Постоянно видим эту разницу. Когда мы куда-нибудь оказываемся на природе, это еще пока, так сказать, не все уничтожили, так сказать, идут к успешному завершению победы над Богом. Но пока еще, так сказать, не все разрушено. То есть, какие-то маленькие участки божественной природы, которые еще остались, которые, так сказать, только еще думают, под каким благовидным предлогом их можно уничтожить. Вот еще есть время. То есть, когда мы оказываемся в этих местах, то все становится совсем другим. Интересная вещь, что, скажем, какая-то биосфера, вот эта вот естественная среда, она так сделана Богом, что там в ней нет ни одного дефекта. То есть, интересно, что вот это вот, то, что возникло, по мнению ученых, в результате какой-то случайной эволюции, случайных мутаций, оно идеально, в то время как то, что сделано вот нашим человеческим разумом, полностью не идеально. Допустим, в мире животных, в мире растений, там присутствуют абсолютно все те же самые процессы, что и в обществе людей. Так же живые существа питаются, спят, обороняются, совокупляются. У них полная жизнедеятельность, вот они, скажем так, у них нет какой-то там политики, экономики, там каких-то кризисов, ничего такого, я не знаю. Они живут естественным образом. И самое интересное, что у них такая вот полная какая-то утилизация. Допустим, там нету такого понятия, как мусор в природе, его вообще нет. Даже если что-то там опали листья, ветки какие-то, даже дерево старое упало. То есть, там ничто не вызывает протеста, если вы просто идете по естественному лесу, какому-то, да, или какой-то естественной среде. Вот, даже осень, она тоже красива, хотя она обозначает смерть, но она красива. Вот, листья желтеют, краснеют, опадают. В ней есть своя, так сказать, как это там Пушкин сказал, да, очи очарования, осенняя пора. Вот, что не скажешь о старении и смерти человека. Никакого очарования в этом нет. Вот, все это ужасно выглядит. Вот, но когда смотришь на природу, и восход прекрасен, и закат прекрасен. Вот, а наш восход и наш закат сильно отличаются, я бы сказал, от того, что происходит в природе. Вот, то есть, там нет такого понятия, как мусор, все, те же самые листва, так называемые мусор, чьи-то тела, они становятся перегноем, они питают почву. То есть, все, какой-то такой идеальный цикл, вроде бы невежественные существа, да, эти все растения, животные. А эта система, работающая, состоящая из невежественных существ, работает идеальнейшим образом. В то время, как если мы посмотрим на общество людей, существ куда более разумным, чем неразумных, чем растения или животные, а общество это находится в постоянном кризисе. Что вы скажете, если неделю от вашего подъезда какая-нибудь там коммунальная стужба не увозит мусор, да, это будет протест населением, уже там эванизм невозможный, все эти мешки там с мусором и все прочее. То есть, вот вам, пожалуйста, люди говорят, как так, что такое, что за безобразие, что за запахи. Но кто автор, так сказать, всего этого? Нет, нет. То есть, если посмотреть на жизнь, вот этот вот конфликт постоянный, где вот мы видим материальная природа и духовная природа. Вот птица там свела себе какое-нибудь гнездо на дереве, да, из естественных веточек, из всего там, что-то там у нее одна веточка упала, и там она полетала, полетела, в другую взяла, поставила. Вот и весь ремонт, что называется, да. Если вы решили сделать ремонт квартиры, ну, готовьте там сразу, минимум миллион, жена кин два, вот, так сказать, вот, потому что все будет сделано из дорогих каких-то искусственных материалов и так далее. Вот и потом, не дай бог, что-нибудь произойдет, вас там зальют там или еще что-нибудь, весь ваш паркет там или там ламинат или еще что-нибудь, все это превратится в мусор и будете с кем-то там судиться. Вот. А все происходит, потому что полностью искусственно все, то есть в естественных условиях 90% проблем, которые, с которыми столкнулись, их просто не могут возникнуть, им нет причины для их возникновения, вообще ни одной причины нет для их возникновения. Вот. А вот это наша цивилизация, наши все коммуникации, наши все строения, наша вся жизнь, наша неспособность, естественно, жить, она рождает и сознание соответствующее. Допустим, естественная цивилизация, традиционная, она основана на каком-то, так сказать, определенном типе отношений, когда люди живут рядом, они общаются, они взаимодействуют, они знают друг друга, вот, они знают у кого что, кто в чем нуждается, у кого какие проблемы, вот, и завязываются какие-то вполне естественные отношения, какая-то взаимопомощь, какое-то чувство ответственности. Вот, когда, допустим, люди живут в каком-то небольшом, ну, поселении, не знаю, там, деревне, или даже, пускай, городок небольшой, как правило, все знают друг друга в таких местах уровень преступности на порядок, то несколько порядков ниже, чем в больших городах, потому что в маленьком месте некуда скрыться, и все друг друга знают, там, найти человека, это вообще дело нескольких вообще минут, максимум часов, понимаете, вот, а если вы в каком-нибудь мегаполисе, гигантском, там, многомиллионном, что здесь, какое здесь качество вообще, никто никого не знает, вот, это повышает чувство безответственности, я могу сделать что угодно и исчезнуть, меня никогда не найдут, даже Интерпол вообще на океан, меня не достанут, понимаете, вот, то есть, когда вы находитесь в каком-то небольшом месте, вся атмосфера спокойная, потому что никто никуда не спешит и никто никуда не опаздывает, невозможно опоздать, потому что место небольшое, вы можете из одного конца до другого конца пешком дойти за 10-11 пешком, а если вы такой торопливый, вот, ну, сядьте там на лошадь или на телегу, в конце концов, велосипед, да, вот, то есть, невозможно никуда опоздать, поэтому все спокойнее, но если вы находитесь в каком-то большом городе и минимальное, скажем там, если вы живете в Москве, то считается, что если вам от места работы до места жизни час, это считается близко, это считается близко, это нормально, 40 минут часа это близко, да, вот, то время какая-то безумие с точки зрения, допустим, людей, которые, ну, в каких-то небольших местах находятся, вот, то есть, полная ненормальность стала нормой, то есть, люди злые, люди не знают друг друга, пониженное чувство ответственности, низкий уровень отношений, от чего это вообще все возникает, от чего это все возникло, откуда такое, просто из искусственных желаний, вот и все, то есть, если тебе нужно пройти пешком из одного места, ну, и пройди, и все, нет, мне нужно пройти быстро, это мне нужен двигатель внутреннего сгорания, потому что у нас большие города, мне нужно гонять, и так далее, и все, то есть, из одного маленького, но искусственного желания рождается целая искусственная цивилизация, теперь нужны заводы, которые эти машины будут выпускать, теперь нужна нефтедобывающая промышленность, там, какая-то очистительная, там, производящая все это, потом утилизирующая отходы, целая куча всего вырастает из одного желания, я спешу, я имею право двигаться быстро, я не могу ходить пешком, я не могу ездить, там, на какой-нибудь лошади, или, там, на какой-нибудь телеге, вы что, смеетесь, что ли, вот, вот, так сказать, мой Порше, мой Мерседес, там, или еще что-нибудь, да, вот, то есть, вот, люди не могут себе помыслить ничего естественного более, да, то есть, вообще всего Ничего, естественно, в головах людей не осталось. Отношения искусственные, питание искусственное, одежда искусственная, место жизни искусственное, все искусственное, абсолютно все искусственное. И это искусственное пытаются приумножать и приумножать, и приумножать. Это обозначает прогресс цивилизации. Чем больше у вас искусственных вещей, тем более вы такой адекватный член искусственной цивилизации. что какая-нибудь там бабушка, которая не может по терминалу нынче заплатить за свои там коммунальные услуги, все, это пережиток прошлого, она не понимает, что такое штрих-код, она не понимает, куда нужно приложить там эту квитанцию, там, куда нажать, она не понимает там всяких компьютерах, все, это уже утиль, это уже не человек считается, понимаете, то есть, потому что она уже не владеет всеми, всеми вот этими вот технологиями, это считается прогресс, да, в то время как, скажем так, так, если бы люди жили в естественной среде, в этом всем вообще не было бы никакой необходимости, вообще, ни в каких терминалах, ни в каких оплатах, вот твой колодец, там, вот, так сказать, все твои, твои личные дела, искусственная цивилизация, она требует все более и более каких-то сложных искусственных дополнений, 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 и в конце концов это все разрастается до такой степени, что люди говорят нет, куда-нибудь из этого все убегают подальше, да, вот, и там устраивают опять, сначала они когда приехали на природу, ну, хорошо же, да, здесь тихо, потом другой, второй, третий, там они устраивают то же самое, из чего они уехали, еще раз, куда еще, на какую планету бежать, то есть, люди не понимают, что никакие, так сказать, телодвижения в этом материальном мире ничего принципиально не изменят, пока не изменится содержание их сознания, то есть, пока они не поймут, что не нужно совершенствовать мир, мир уже совершенный, и когда мы читаем про игры Кришны, мы и читаем про это очень простое совершенство, что он создал такую среду, в которой абсолютно все естественно, среда естественная, живая, отношения естественные, живые, все, ничего искусственного, да, и в этом, в этой среде естественное сознание, вот, а естественное сознание, это сознание людей любящих, уважающих, открытых, желающих помочь, вот, то есть, это то, что сейчас сказали, вот, святоша с презрением таким, вот, то есть, какие-то дурачки, да, непрактичные, которые не умеют быстро, ловко и хитро потреблять, вот, которые, так сказать, вот, современный человек, это такой хитрый, эффективный потребитель, который в себя, как пылесос, так сказать, все втягивает, вот, и по минимуму отдает все остальные, мешает ему наслаждаться, вот, это, скажем, состояние такого, ну, уже апокалипсиса, или вот такого кульминация вот этого всего материализма, всех этих состояний, которым приводят вот эти вот наши желания, цивилизация и сознание, да, и так эти желания, они создают определенную цивилизацию, цивилизация формирует определенное уже сознание, это сознание тупиковое, то есть, человек, в конце концов, натыкается вот на эту стенку, смысла нет, все есть, все есть, а смысла нет, понимаете, вот это вот тупик, в то время как духовный путь, он показывает нам совсем другое, когда у нас есть высший смысл, тогда жизнь состоит не в усложнении окружающей ситуации, а в ее упрощении, в ее упрощении, когда человек старается не в искусственную среду себя вписать, а наоборот вернуться к божественной природе, к тому, как все создано Богом. Это не призыв куда-то там в пампасы, в джунгли, это призыв к естеству, вот, и так, если раньше, вот мы читаем, как друзья играли там какие-то с Кришной, вот эти там какие-то естественные игры, сейчас у каждого свои игры, все, куда-нибудь зайдет транспорт, каждый сидит в своем, там, планшете, там, в телефоне, смартфоне, да, все, так сказать, машины становятся все более и более сложными, люди становятся все более и более тупыми, вот, то есть все, что они могут, это просто выбирать в геологовом окне, да, нет, там, все, галочки ставить, там, и так далее, это считается прогрессивность, это верно, дебилизм, на самом деле, то есть люди мыслить вообще уже не могут, вот, им только предлагаются готовые ответы, теперь выберите из них, поставьте галочку, что-то называется, единый государственный экзамен, да, где просто какие-то роботы, там, ставят какие-то галочки напротив уже каких-то там готовых ответов, то есть вот то, что мы называем естеством, таким естеством кальюги, насколько это все контрастирует с тем естеством, о котором мы читаем здесь, в Шимат Багават, вот, также мы видим в этом мире сейчас, когда вот столько искусственных потребностей, теперь все то, что мы сделали, нужно как-то, так сказать, кому-то, кому-то предложить, да, вот эта вот навязчивая реклама, мы вчера просто шли там с сыном по району прогуливались, возле какого-то магазина стоит какая-то девочка, там, какой-то там рекламной кепочкой, там, какой-то рекламной жилетки, там, какие-то раздает эти самые флайеры, там, сегодня проводится там какая-то компания, там, что-то там бесплатная, какая-то дегустация, чего-то там раздача, то есть я просто беру эту бумажку с двух сторон, залитую там типографской краской цветной, да, вот, я ее прочитываю, два слова, сразу понятно, о чем речь, я два метра проношу, до урны опускаю, да, вот, но, то есть бессмысленная вещь абсолютно, да, но сколько нужно времени на ее производство, деревья рубили, обрабатывали, целлюлоза, бумага, цветная краска, химия, люди дышали этой гадостью, думал, набирал текст, все это печатал, только для того, чтобы мне раздать, я посмотрел на это, понял, что это полная чушь и положил это в мусорное ведро, понимаете, и завтра это будет сожжено там на каком-нибудь там заводе, уничтожение всех этих, то есть, что такое реклама? Реклама обозначает, что ненужные вещи, вы где-нибудь видели рекламу хлеба или масла, нет такой рекламы, понимаете, потому что это вещи, то есть, естественные вещи, их не нужно рекламировать, понимаете, их не нужно рекламировать, там, где вы видите рекламу, это обозначает ненужные вещи, вам постоянно пытаются втулить какую-то ерунду, без которой вы можете, не рекламируют ни воздух, ни воду, ни хлеб, ни масло, это не нужно рекламировать, понимаете, каждое потому что по потребностям своим люди идут и покупают а вот когда появляются искусственные потребности теперь нужно рекламировать если к вам приехал в деревню мудрец вам нужна реклама баннеры там бегущие стройки в торговых центрах нет через две минуты все знают что нам приехал мудрец и мы все утром вечером соберемся его слушать понимать а если вы решили этого мудреца прорекламировать большом городе желаю успеха сколько вам всего нужно так сказать что то есть мы видим вот эту вот искусственную вещь понимаете и мы после этого душа запутавшиеся в материальном мире оси в этих джунглях испытывая страх беспокойство неуверенность то есть фактически она просто занимается борьбой за выживанием как как в джунглях маленькие зверьки они пытаются как этому бежать от больших зверьков чтобы они их не пожрали да точно также и это монстры дать вот калиюжные искали они пожирают сознание людей они пожирают наши силы высасываются они сделали какую-то искусственную цивилизацию и те редкие случаи когда человеку удается сбежать куда-нибудь там на природу на песочке на лесу с естеством какой-то контакт да потом опять возвращается искусственный мир свистки и звонки и ограждения там вонь все это и так далее человек опять в эту систему входит и он опять его затягивает давай 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 вот это как вот хорошо в этом незнайка на луне этот мультфильм ждали про остров дураков люди так сказать они вроде бы бегают там эти развлекаются и так далее качаются на качельках на самом деле они вырабатывают энергию при помощи которой питаются все эти заводы там и так далее показана такая связь как они там эти на острове дураков крутятся бегают и так далее как вот это вот энергии этой вращается там всякие разные электростанции то есть вот живые существа несколько как на острове дураков они всю эту энергию отдают для того чтобы там какой-то может быть пару десятков каких-то спрутов да которые так сказать устроили эту систему вытягивали нас энергии то занимаемся какой-то искусственные деятельности сейчас мы сидим и бьемся ему ну как же близ вы деятельность связать с богом ну как же с devient сбоком она никак не связывается почему потому что мир до настолько далеко ушел от бога что я никак не могу своих детей сказать больше с богом понимаете просто не могу не получается просто просто нереально и все а когда мы читаем к ризе придавана сильно стекает какой то ее можно не связать с Богом, как это, как это здесь что-то может быть вообще не связано с Богом, когда он в центре всех событий, вот это жизнь называется, понимаете, то есть для божественного существа, для души отношения с Богом, вот они естество, вопрос не возникает, как это можно без него жить, а здесь возникает вопрос, а кто он такой, откуда взялся, я ему должен, а как ему служить, то есть возникают какие-то странные такие вот вопросы, существа, которые где-то там вообще в Марианской впадине, там живет на глубине 11 километров, ему рассказывают про существование там какой-то, какой-то, так сказать, красивой природы, он говорит, что, какая природа, там светит солнце, может быть, да вы что, не, ну такого не бывает, мы тут в темноте, под давлением, все, как это, ну это всего лишь существа там где-то, ну чуть-чуть больше 10 километров, все, то есть уже совсем другой мир, они не могут догадаться, что вот чуть-чуть выше находится какая-то другая, я здесь никак не смогут догадаться, понимаете, хотя расстояние в принципе небольшое, там с нашими скоростями, там за 15 минут можно доехать, понимаете, даже меньше, вот, но вот для них нет этой реальности, просто нет, вот, и они живут в каком-то своем, таком сплющенном состоянии, в темноте, да, вот это их, это их жизнь, что-то они там такое добывают, то есть им наша жизнь неведома совершенно, вот, точно так же и мы настолько оторвались далеко от этой божественной природы, что все, что мы теперь можем, это убивать жизнь, создать жизнь так и не удалось, никто не смог создать жизнь, да, но убивать жизнь, то есть вот, так сказать, все тут расчищать, асфальтировать, вырубать, вот, все тут, травить это запасно, мы научились кали-юга, это, так сказать, эпоха, такое время, когда максимальный успех, это вот как можно больше убить жизни, как можно больше убить естества и создать искусственности, искусственную пищу, искусственную одежду, искусственное жилище, искусственный интеллект, в конце концов, все искусственное, искусственное наслаждение, чувство, искусственное счастье все никакого никакого естества нет то есть люди живут цветы научились искусственные делать все искусственным ароматизаторы идентичные натурально все полностью вот это вот наш мир и самое ужасное что мы привыкаем когда мы читаем что-то о духовном мире нам кажется вот такое это это примитивизм какой-то да это примитивизм нет это есть естество на самом деле и другой интересный момент вот из этой серии стихов который привлек мое внимание это то что бог всемогущий который держит все миры без всякого усилия просто даже в состоянии сна при помощи своих энергий он создает эти условия что сложнейшая материальная природа функционирует с полным учетом вообще всего то и закон карман требует постоянного учета на кто что сделал каждую секунду может это делает а что начало мыслить чего-то начал хотеть какие-то посадил семена желания действие то ничто не ускользает от памяти верховной личности бога и он учитывает это и он помнит все что совершил в прошлом и знает к чему я так сказать могу прийти в будущем на основе всех этих тенденций этих живых существ бесчетное множество и он не упускает из внимания ни одного и все это он делает без малейших усилий и тут мы читаем что бог всемогущий который творит миры одним выдохом выдохом да и разрушает их одним вдохом тенью своего желания движение в одной брови он устал он устал он бегал с друзьями и устал и он прилег и никакая там подушка он просто голову положил на колени своего друга я не советую там соорудили какой-то пускай тему ложа там побегов там чего-то еще вот и теперь ему кто-то массирует чтобы он устал как это бог устал вообще которые без устали творится держит и тогда как-то он устал или почему он тут от кого-то там убегает каких-то хищников да он просто создает возможности для служения то есть кришна создает рабочие места он самодостаточный вообще то то есть он полностью самодостаточный атмарама то есть атмарама обозначает счастливый в себе атма обозначают душа рама счастливый атмарама обозначает счастливый в душе это обозначает что ничего внешнего ему не нужно представьте человек атмарама это человек который полностью доволен всем тем что у него внутри а что находится снаружи это вообще никак не колышет атмарама вот кришна такой же атмарама тогда для чего мы можем все это делать он создает возможности для служения ой я устал то тут же сел предложил ему свои колени там как качестве подушки рода стал массировать кришна создает возможности для служения в противном случае в чем смысл нашей жизни если он атмарама так люди некоторые думают да а что бог у него все есть какие у него проблемы нет никаких проблем все поэтому займемся решением своих проблем у него же нет проблем у нас ведь сколько много проблем будем решать их как мы будем решать ну как вот все решают это мы будем решает до создавая решают не проблем будет создавать другие проблемы все от одного вылечился другими заболел вот это лечие другое количество так материальный мир в голову не приходит мысль о том что если у бога нет проблем то может быть и у меня по идее не должны быть проблем если я буду с бодом такая шальная мысль не зарождается в умах современного человека. Об этом, собственно говоря, и вся духовная жизнь. У Бога нет проблем. Если ты рядом с Ним, у тебя тоже нет проблем. А мы думаем так, а у него нет проблем, а у меня есть проблемы, поэтому некогда служить ему за ему скоррешением своих проблем. Такая странная логика. Но духовная логика совсем другая. У Бога нет проблем, в духовном мире нет проблем. Вайфунха может тебе, так сказать, сделать какие-то усилия, чтобы тоже оказаться вместе, где нет проблем. А иначе неинтересно. Странный интерес. То есть люди себе не мыслят, допустим, любовь без страданий. Если нет конфликта, кто-то на кого-то не надулся, не поругался, не изменил, не дал почву для ревности. Это уже неинтересно. Уже неинтересно. Какие-то просто ровные, уважительные отношения. Пфу, приснятина. То есть интересно, когда накал страсти. Это вот интересно. Вот тогда, так сказать, мы чувствуем, что любовь вновь ожила, понимаете, вот все опять, так сказать, пошло движение, чувство. Вот это вот особенности материального мира, что мы полностью в искусственном таком состоянии находимся. Итак, Кришна в духовном мире создает возможности для служения. Здесь говорилось, что в одном из комментариев, что он распространяется во множество экспансий. Один Кришна на коленях у одних пастушков, другой у других. Всем работа есть. То есть Кришна. Она на торопах. Бесконечное количество форм. Точно так же и в этом материальном мире он для нас создает тоже возможности для служения. Он приходит, говорит, все, вот арчевый гроха, я вам предаюсь. Вот руки поднял, все, я сдаюсь. Делайте себе ничего, хотите. Делайте, кормите, одевайте, мойте. Знаете, что я не люблю грязи, я люблю все вкусно, все изысканно, все, хочешь не хочешь сказать. Мы принимаем условия, мы начинаем служить этой форме на алтаре арчевый гроха. И что происходит? Начинаем служить Кришне и изменяется наше сознание. То есть он создает эти рабочие места, он дает нам возможность для служения. Для чего? Чтобы наше сознание трансформировалось. Чтобы мы привыкли к самой этой идее служения, хотя он самодостаточный, но нам-то как быть? Нам-то как быть? То есть наше счастье, наша вот эта вот внутренняя удовлетворенность приходит туда, когда мы контактируем с тем, кто счастлив и удовлетворен. То есть преданное служение, это и есть путь ко всему этому, в связи с Богом свою жизнь построен. И тогда у нас проявляется также божественное сознание, божественное настроение. То есть живое существо фактически оказывается в духовном мире, потому что духовный мир, он не расстоянием от нас отделен, он определенным сознанием и настроением от нас отделен. Поэтому духовная жизнь обозначает развитие вот это определенное состояние и настроение служения. Понять, что преданное служение – это самая естественная деятельность для живого существа, как божественная природа, она естественная. На природе у нас ум успокаивается, сознание начинает нормально, люди как-то добрее и мягче становятся. В то время, как в искусственной среде вы где-нибудь видели, чтобы люди где-нибудь там, не знаю, там в лесу, на берегу какие-то нервные были дерганы, там все спокойные какие-то. А в городе, пожалуйста, все нервные, напряженные такие. Потому что гуны, вот эти вот состояния, они побуждают людей так вести. Все искусственное полностью, но кто это создал? Это же не было, да? Это все рождается из искусственного сознания. И чем больше люди говорят, вот цивилизация, вот наша цивилизация. Вот если вы не видите где-то там больших домов, там железной дороги, там чего-то еще, нет привычного шума машин и всех этих вещей, о, вдалеке от цивилизации. Вот как вообще тут жить страшно, люди пугаются, телефон не работает, водопровода нет, вообще света нет, где здесь на дереве выключатели, не знаете? Вот, и не поймешь все. То есть люди от всех этих кнопочек, механизмов, у них уже нажимательный рефлекс, этот энтерит, да, этот энтер, да нет, все, уже как я буду управлять-то себя? А никак не будешь. То есть видишь, лампочка твоя, солнце называется, вот оно взошло, вот оно село. Как ты ее можешь включить и выключить? Никак. Повернуйся естественному циклу. Солнце село, ложись спать. Как же я, куда же я нажму кнопку, которая, так сказать, продолжит мое бодрство и свет? Никак. Но можешь свечку, конечно, зажечь. Вот, то есть нет проблем. То есть люди вот настолько привыкли к этому всему искусственному, что естественно им кажется искусственным. Вот, и поэтому для современного человека, когда он читает все эти вот описания духовного мира, он говорит, что-то примитивизмом попахивает, попахивает примитивизмом. Нет вот этого нашего, так сказать, цивилизованного подхода, как это все Кришна делает. Кришна делает это, здесь говорится, при помощи чего? Здесь сказано, что он сделает, это при помощи своей внутренней энергии. У нас тоже есть внутренняя энергия. Допустим, если вы щелкнули по выключателю, там и свет зажегся. Здесь как это? Благодаря внутренней энергии. У нас внутри, правильно? Электричество протекает. Мы не видим всех этих проводов. Все скрыто у нас, все красиво, облицово. Ну, как? Внутренняя энергия. Это щелкнут, внутренняя энергия. Открыл кран, внутренняя энергия. Я же не вижу здесь озеро. Вот все внутри по всем этим коммуникациям. По-другому раз, вода, свет. Все, внутренняя энергия. Точно так же у Кришны внутренняя энергия обозначает, что внешне не видно, что он делает. То есть его внутренняя энергия, это энергия его желания. Он захотел и как-то вот непонятно, оно раз и произошло. Так как для дикаря непонятно, как это вот вы по этой кнопочке на стене щелкнули, а там свет зажегся. Он не понимает, он не видит всех этих связей, коммуникаций. У него самбанха океана нет. Чудо, чудо монету, да? Зверь с двумя хвостами, не поймем что. Точно так же мы думаем, как это он сказал, да будет свет и стал свет. Я же могу сказать, да будет свет, наверное, и выключит, и стал свет. Могу? Ну, почему Бог не может? То есть если я могу включить и выключить свет, почему он не может включить и выключить все эти солнце и так далее? То есть у нас все, каждое утро смотришь, приходит какой-то человек и швара там открывает свой этот ларек, поднялись, так сказать, как они там, рольставни, да, все, он там свет зажег, бум-бум-бум, все у него, так сказать, там что-то такое, выложил свои товары, открыл, все там, ценники развесил, все, мое хозяйство работает. Единственное, что отличает, допустим, наше все это хозяйство, допустим, той же Индии, у них еще в каждом магазине только алтарик стоит, и каждое утро они стоят с пуджи, вот, то есть они все это сделали, открыли свою контору, теперь пуджу провели, сказать, там, какой-нибудь лакшмик, увери, там, и так далее, что все было, вот, теперь будет работать, теперь у него, так сказать, дело пойдет. Вот, поэтому есть понимание, что вот кроме материальных каких-то механизмов, еще нужно, ну, духовный механизм включить, механизм связи с духовной энергией, с духовным миром, противного случая, если этой связи нет, ну, что есть, есть карма, остается другой механизм, то есть либо отношения на основе любви, либо отношения на основе кармы. Духовный мир – это отношение любви, материальный мир – это отношение кармы, что заработал, то получи, и все. Человек говорит, нет, хочу больше, хочу больше, ну, хочешь больше, ускоряйся, напрягайся, уставай, и все. Человек что-то получил больше, а сил на это также дал больше, и дверь у него все есть, а он устал, и у него уже силы, он уже не хочет ничего, понимаете. Вот, то есть вот награда за то, что человек не способен наслаждаться простым счастьем, что есть, то он говорит, нет, хочу больше. Хочешь больше, устанешь больше. У тебя будет вещей больше, а способностями наслаждаться будет меньше. И люди никак этого понять не могут, понимаете, потому что их сознание находится под влиянием низших гун. Вот, но когда мы читаем про духовный мир, мы видим здесь нормальное естественное сознание, и поэтому нормальная естественная жизнь. Вот к этому желательно нам тоже прийти, для этого мы, собственно говоря, слушаем, пытаемся понять, включиться, чтобы вот искусственной природы, порожденной искусственным сознанием, перейти к естественному сознанию, которое порождает совсем другую среду природы. Ари Кришна. Это что такое? Вопрос. В простом, в кавычках, мире есть река. У нас кран, у нас кран. Там огонь, у нас электропечь. Есть ли аналог интернета в простом, в кавычках, мире, что интернет олицетворяет, как само по себе явление? Интернет – это некое общее информационное поле, которое, скажем так, сейчас помогает сблизиться людям, допустим, из разных мест. Что-то у них, чего-то где-то не хватает в одном месте, поэтому через это информационное поле можно получить это из другого места, такие, своего рода, прапти-ситхи. То есть как йог, он может там что-нибудь такое достать цветок с райских планет в своей медитации, через какие-то порталы пространства, он там протягивает руку и достает там цветок париджата с райских миров. Он может это сделать. Допустим, мне нужно что-нибудь там, какое-нибудь кино или музыка, или какая-нибудь лекция. Вот я включаю эту машину, бум, загружаю через интернет какое-то общее информационное поле, набираю через поиск все это, чик, и там это самое скачивается то, сего другое, прапти-ситхи, то есть способность добывать что-то из другого места. То есть вот мне было теперь есть. Видите, как я оплатил интернет, у меня доступ там ко всяким разным возможностям, ресурсам. Да, это тоже имитация, имитация естественных механизмов. В духовном мире есть такое понятие, как калпаврикша, древо желаний. То есть живое существо просто чего-то хочет, вот, и это древо, оно, скажем, такое, многофункциональное. Если у нас, скажем, на яблоне растут яблоки, а на груши грушек, вот, и все, как бы, такое узкофункциональное, то калпаврикша – это древо желаний, которое дает любые плоды. Камни, по которым ходят в духовном мире, называются чинтамани, то есть тоже волшебные камни, которые исполняют желания живых существ. Вот, и, скажем так, обеспечивающим фактором все это, сказать, да, откуда. Если, допустим, я все время думаю, да, вот, допустим, так просто сейчас что-нибудь набрал и скачал, да, но как оно там появилось, кто-то же выкладывал, понимаешь, кто-то там писал, делал, обрабатывал, там все оформлял каким-то образом, а теперь я ленивый, да, раз там через один клик там добываешь, это же труд чей-то вложен, правильно? Вот кто-то там, если бы никто ничего не выложил, как бы я взял, да, то есть это люди вкладывают, вкладывают, они понимают, это наша общая касса, это наше общее богатство, пожалуйста, я получил одно, я выложил одно, другое, вот мы поделились обменно. То есть в самой сути плохого ничего нет, люди обмениваются, да, вот я посмотрел, мне понравилось, и вы посмотрите, пожалуйста, я послушал, всё, пожалуйста, почитайте, да. То есть нет ничего плохого в самой сути обмена, потому что оно из духовного мира происходит, то есть это тоже принцип полноты, принцип изобилия, это всё из духовного мира идёт. Просто там естественные механизмы, то есть это вот, скажем так, вот эта природа Кришны, что он пурна, полнота, и говорится, что только бы не исходило полных частей, из него он всегда остается полным целым. То есть духовный мир, это мир такого, скажем, полного изобилия, то есть там знание, скажем, это вот сама вибрация, сама вибрация праны, это и есть знание, веда, там есть олицетворенные веды, то есть там живые существа, они естественно в знании находятся. То есть, допустим, если посмотреть, для чего мы что-то ищем, да, в том же интернете, а из-за того, что у нас есть некий дефицит, мне не хватает какого-то образа или звука или какой-то информации, или может быть общения мне не хватает, да, поэтому я создаю там какую-нибудь страничку в социальных сетях, это вывешиваю там свой лучший портрет, что-нибудь напишу про себя, да, и глядишь, там кто-то один попросился ко мне друзей, а второй, третий, вот он что-нибудь интересное рассказал и показал, я и так далее, мы начинаем общаться, что-то новенькое, да. То есть, у меня есть некоторый какой-то дефицит, вот, и у других есть дефицит, и мы говорим, давайте мы создадим некое какое-то поле, да, и там будем обмениваться, и так будем радовать друг друга, вдохновлять, там, и прочее. То есть, в самой идее ничего плохого нет, вот, потому что мы живые, у нас есть какое-то, ну, самоуважение, чувство собственного достоинства, мы что-то о себе хотим, так сказать, поделиться каким-то своим опытом, кому-то это кажется интересным, а нам интересует кто-то другой, да, и вот мы в этом, так сказать, варимся, общаемся. То есть, идея неплоха, потому что живые существа социальные, они общаются, вот, но, как выясняется, скажем, у всего есть оборотная сторона, вот, кто-то, так сказать, ну, мы просто искренне что-то хотим рассказать о себе, кто-то собирает информацию о нас, раз, вот, и потом, так сказать, может так выяснится, что мы начинаем манипулировать, потому что я зависимый. Вот, есть какой-то добрый порыв, но есть какие-то, так сказать, и не очень хорошие последствия всего этого, да, то есть, эти люди, которые создали все это, они же, ну, что-то, так сказать, за этим стоит определенно, да, вот, потому что, когда я что-то знаю о людях, собираю их вот в базу данных, это мощный ресурс, человеком можно управлять вообще очень просто, очень просто. Вот, где-то я читал, наверное, какой-то тоже был ролик такой, такой, у него человек просто попытался заказать какую-то пиццу через интернет, да, и что из этого вышло, да, и ему говорят, так, у вас там долги по карте, то, все, другое, вам нельзя такой тип пиццы, потому что вы стоите там на учете в каком-то там диспансере, ему только вот это, то есть, когда слишком много о человеке известно, вот, то есть, до какого-то, ну, момента, вроде, это не страшно, то есть, когда решил с вами, так сказать, что-нибудь такое сделать, вот, то вас там, как говорится, набрали в интернете, выяснили через пять минут, кто вы такой вообще, вас в таком ракурсе, в таком ракурсе увидели, где вы там, в каком полку служили, и когда все про вас известно, что называется, вот, то кто-то начинает теперь просто всем этим манипулировать, и вы в какой-то момент, может быть, даже горько пожалели, да, о том, что вы так много о себе там, не знаю, рассказали и так далее, кто-то теперь начинает всем этим, вот, или при помощи технологий современных, там, каких-то фотошопов, можно взять вашу фотографию и поместить вас в любую среду, с любым человеком, можно очень легко скомпрометировать, видите, и уровень техники таков, что вы потом не отмоетесь, понимаете, просто не отмоетесь, вас поместят в такую какую-нибудь компанию, в такой какой-нибудь цветник посадят, вот, так сказать, и вас потом легко шантажировать, вы ничего не докажете вообще никому, понимаете, то есть мы видим, как эти вот современные технологии, как они, скажем так, в общем-то, они нейтральны сами по себе, но вопрос, как их использовать, да, и поскольку в Кали-Югу у людей, как правило, какие-то греховные желания, греховные устремления, потребительский дух, вот, то мы видим, как регулярно, так сказать, благодаря этому, то, что, допустим, это кто там, Асанж, да, который уже там три года живет в каком-то посольстве Эквадора в Лондоне, да, или чего-то там, просто за то, что он сделает вот Wikileaks, да, то есть это вот утечка, утечка, так сказать, из сети, да, какие-то там компрометирующую информацию, там, о том, о всем другом, теперь вы готовы съесть живьем, понимаете, этого человека, там какая-то маленькая, он живет там на трех квадратных метрах, там, в каком-то консульстве, там, уже, уже несколько лет его не выпускают, он боится, да, вот, или этот кто там, Сноуден, да, который там показал, да, миру, что, как это, допустим, слежка идет тотальная, тотальная слежка за всеми, вот это издержки, понимаете, это издержки, вот этой всей, скажем, излишней информации, вот просто потому, что много людей с плохими мыслями, много людей с плохими желаниями, они хотят это скрывать, вот их разоблачает, появляется вражда и так далее, то есть, сама по себе идея обмена информацией, она нормальная, это и в духовном мире, это принцип полноты, он присутствует, просто там, как бы, нет этого искусственного какого-то разделения, то есть, любое место, где вы живете, оно самодостаточное, есть все, нет необходимости звонить там, куда-то там, или что-то еще, допустим, у меня через несколько дней будет там консультация с женщиной, одна живет в Бельгии, другая живет в Лос-Анджелесе, там, я сейчас вычисляю там 15 часов разницы, у них 8 вечера, у нас 10 утра, я думаю, так, ага, там, то есть, понимаете, это обозначает, что она там свою проблему решить не может, и нужно вот человеку, который за 3-9 земель, как? Ну, конечно же, это очень удобно, интернет, скайп, там, трудно, все, все, очень удобно, да, но было бы удобнее, если бы она могла решить свои проблемы прямо здесь, понимаете, то есть, если, скажем, людям не хватает трансцендентного разума в каком-то одном месте, им нужно за этим, за этот разум, так сказать, там, куда-то там ходить за 3-9 земель, да, вообще, в другой часовой пояс, вот, мы говорим, смотрите, как удобно, да, но было бы удобнее, если бы люди были экипированы духовным знанием, если бы они были самодостаточны, поэтому мы одно искусственное решаем еще другого искусственного, у меня нет духовного знания, это искусственная ситуация для души, понимаете, вот, но нам на помощь приходит всемогущий интернет, и мы находим человека, который нам может чем-то помочь на другом, на другой конце планеты, мы говорим, смотрите, как удобно, а ведь удобство-то в другом было бы, если бы люди духовно развивались, и умели бы решать все свои проблемы духовными путями, вот в чем удобство настоящее, а еще лучше, это если бы у них не было вообще проблем, а это описание вайкунтхи, место, где нет проблем, понимаете, кому можно давать обещание? и какое обещание можно нарушить, и можно ли считать, если беден не сказал это, да, ну так-то, а он значит того, что это он ему пообещал, так, он будет, если бы не выполнить на обещание, станет на архитюде в этом служении, будет это явка там, да, так-то, вывод будет. Будет ли что? Он споткнется, он не выполнил обещание, будет это тот. Споткнется или на пути предусмотрения, тот, кто не выполнил обещание? Да. И пятка это будет. А. И кому, и как можно обещание это аннулировать, да? Как можно обещание аннулировать? Ну, и как бы и стать не очень, но я... Обещание это часть процесса отношений. То есть, мы в этом мире несовершенно, несамодостаточны, как-то связаны. Одного что-то есть, у другого нет, тот, у кого есть, пообещал, тому, у кого нет. Здесь ответственность. Ответственность, да, если человек что-то обещает, он должен нести свою ответственность. Если он не выполнил свое обещание, это, ну, как бы одна неприятность в отношениях рас, но вторая, второй эффект хуже. Второй эффект называется разрушение веры. То, что кто-то в частном случае меня обманул, скажем, какое-то, ну, мелочевое одноразовое событие, да? Но такой, скажем, более такой фундаментальный эффект этого происходит в том, что один меня обманул на какой-то мелочи, другой меня обманул, скажем так, может быть, даже и не специально, просто что-то такое ляпнул, не подумал, да? Вот, но вот эти вот обман или, скажем, невыполнение обещания, то, что разрушает веру. А вера – это та самая ткань, из которой состоит жизнь. Потому что любой наш шаг в этом мире, хочешь не хочешь, он продиктован верой. Каждый. Мы не можем все проверять, мы просто верим людям, да? Вот, если люди ответственные, нормальные, ну, все нормально, можно верить, да? Все, я живу в надежной среде, меня не подведут, мне обманут. Вот, но если, скажем, какие-то вот регулярные происходят невыполнение обещаний, да, правильно? Человек чувствует, верить никому нельзя. То есть разрушается ткань веры. Если он не верит людям, уже ему трудно будет даже и Богу поверить, понимаете? Вот, то есть вот в этом самый серьезный эффект обмана. То, что там кто-то что-то пообещал мне что-то дать и не дал – это частный случай, но это мелочь, да, можно сказать. Но в глобальном смысле это плохо, потому что это разрушает саму ткань веры, на которой мы живем. На основе этого мы поддерживаем свою жизнь. Что касается, кому можно верить, ну, здесь, к сожалению, эти вещи, они установлены только опытным путем. Значит, и где-то, если кто-то один раз нас обманул, это, конечно, не повод сразу всех записывать, ненадежных в обманщике, да, человек, который не выполнил своего обещания, у него будут определенные угрозения совести. И, скажем так, он уже попал, скажем так, неверный в малом, неверный в большом. Все. Неверный в малом, неверный в большом. Человек, обманувший нас в малом, он запросто обманет нас в большом. Вот. То есть, поэтому здесь, в Кальюгу, конечно, вот этот вот кризис веры, и поэтому нам на все нужно удостоверение, личность доверенность. Здесь никто никому не верит. Все нужно посмотреть бумажками, печатями, там, подписями. Ввиду стоверения, без доверенности вы никто. Кальюга – это кризис веры. Как люди раньше без паспортов доказывали, что я – это я? Никто не знает вообще. Как ты докажешь, что ты – это ты? Ну, вот я, вот я и я, что? Меня зовут так-то. А в какой бумажке про это написано, что тебя так зовут? Да я вам просто говорю. А может, ты врешь? А почему я не могу соврать при помощи бумажки? Я же могу поддельный паспорт, там, еще что-нибудь сказать, что я тот потерял, там, вообще решил поменять фамилию, дайте мне другой, теперь у меня будет два паспорта, понимаете, или еще что-нибудь. Вот. Современные технологии, они позволяют, в принципе, кучу всего надо. Почему я должен говорить бумажки? Если вы не верите мне как личности, вы должны будут поверить бумажке. Вот. И поэтому все усложняется, усложняются. Какие-то там биометрические паспорта, потому что обычные можно подделать, теперь же биометрические трудно подделать. Да там они через какие-то там специальные приборы, они говорят, так, смотрите сюда, а все, понятно, вы – это вы. Какое облегчение, мне поверили, что я – это я. Соответствие бумажки и моего образа. Вот это вот особенности Кали-юги. Да, обман, выполнение обещаний – это плохо. Вот. Поэтому, с одной стороны, желательно быть как можно более самодостаточным, независимым от других. А в тех вопросах, в которых мы не самодостаточны и зависимы от других, нужно смотреть очень внимательно, что называется. И не каждому первому встречному, даже, к сожалению, предному, не каждому можем верить. Потому что предный – это не просто какое-то название, предный – это именно набор качеств. Одно из качеств преданного – это то, что он сатья правдивый, правдивый. Вот. И арджалам он, так сказать, прямой, без лицемерия, без всего этого. А если этих качеств нет, нет никакого смысла называться. То же самое, что мы какую-нибудь просто золотинку будем золотом называть. Но золотинка – это не золото, понимаете? Дешевая блестка – это не золото. Золото – это золото, оно дорого стоит, понимаете? Оно на дороге не валяется. А золотинки, фантики от конфет золотистые, пожалуйста, везде валяются, понимаете? Но золотинка – это не золото. Поэтому не каждого человека можно назвать преданным. Преданным – это тот, кто-то обладает качеством, как золото. Нет смысла называть какую-то железяку, блестящую золотом, если оно таковым не является. Золото, оно не только на поверхности блестит. Расплавьте его, но внутри тоже будет таким же, понимаете? Человек, который внешне блестящий, а внутри там какая-то гниль – это не золото, понимаете? Вот. Поэтому, когда мы говорим, я поверил преданному, он меня обманул, стоп. Уже терминка терминологию. Я поверил человеку, который кажется, называется преданным, но по факту своих реальных качеств таковым не является. Иначе, если мы используем слова «этот преданный меня там подвел» и что-то еще, стоп, мы дискредитируем с темой. Что сравнение? Дружба по интернету. Дружба по интернету. Дружба естественная. Дружба по интернету. Дружба естественная. Ну, дружба по интернету, может быть, так сказать, лучше, чем ничего. Вот. Но, наверное, хуже, чем естественная. Просто видите как, это опять же следствие искусственной цивилизации. Почему она возникла? Вот представьте себе, что вот на минуту представьте себе, да, что нету сейчас вот самолетов, да, всего такого, вот каких-то там скоростных поездов и так далее. Ну, кому вообще в голову придет мысль куда-то уезжать? Представьте себе, дорог нет. Ну, в смысле как, дорога есть, но в смысле там, что дорога вот там, допустим, из Владислава в Москве, вот такой дороги нету, понимаете? Нету такой дороги. Вы туда пойдете сами, сколько будете идти? Ну, год, наверное, да, минимум, минимум, да? Вот кому такая шальная мысль в голову вообще зародится, да? А теперь, когда я самолет, я сел, глаза закрыл, через 9 часов открыл, я в Москве, все хорошо, о, хорошо, о, какой город, весело, да, смотрите. Вот, то есть, эти технологии современные, они сделали, скажем так, трудные вещи, легко достижимые. Куда уезжают люди? Куда вы уехали? Там ваш сын. Как он там оказался в Москве? Как он там оказался? Чего ему здесь не жилось, да? Есть причины какие-то определенные. Но если бы не было вот этих вот, скажем, таких сейчас средств приспособления, ну, он бы куда-нибудь там отъехал, бы отошел на километр, ну, на два, ну, на десять. Ну, не на десять же тысяч, понимаете? Вот, то есть, и теперь, когда вот это, вот, скажем, современные технологии помогли нам, что называется, как говорится, распылиться, да, по разным местам, теперь я живу в одном месте, мои дети или родители в другом месте, как же так? Ну, конечно, будем общаться, как, все, держи на связи, там, да, мы тут все в скайпе, у меня там, сто контактов, все, там, каждый там что-то мигает, пусть все, вот, как удобно, да? Очень удобно, да. Каждый меня дергает пять минут, очень удобно. Я говорю, давайте мы вам еще интернет подсоединим к телефону, очень удобно. Я говорю, мне будет очень удобно, если я вот этот телефон вообще выкину и забуду, например, это будет очень удобно, понимаете? Это крайне удобно, никто беспокоить не будет. А если вы думаете, что подключение интернета к моему телефону это очень удобно, чтобы я вздрагивал каждые пять секунд, да, от всех этих, там, смс, там, заводком, свистов, там, и все прочее, очень удобно. кому удобно мне лично неудобно поэтому поэтому вот эти вот все вещи дружба через интернет откуда это все возникло это возникло из дефицита в одном месте понимаете вот что люди рассосались вот по разным местам распурились и теперь им нужно ехать к родственникам ну родственники могут жить тебя на расстоянии там ну 10 метров ну 10 километров 10 тысяч километров что-то здесь не то что-то здесь не то вот поэтому вот это вот скажем искусственная цивилизация которая дала кучу возможностей при неправильных ценностях и при неправильных ценностях вот она и создала необходимости всех этих вот теперь искусственных вещах как же да вот мой друг там или подруга куда-то там уехали вот теперь мы сейчас общаемся он там я здесь владивосток калининград лос-анджелес бруссель мне звонил недавно один преданный очень такой хороший преданный скоро прислали столько одним из таких организаторов наших публичных программ и культурных программ был такой кришнасак ярослав он что помнит он сейчас в Перте живет он в августе приедет сюда вот он приедет в августе всем тут привет привет приклоны он уже говорит кто-то звонит я чувствую какой-то акцент это владивосток я говорю да это владивосток это ярослав я говорю что кто а вот из Перта господи ты уже по-русски с трудом так говоришь друг мой да вот ну да потому что там как он там оказался чего ему резницы делать целая куча причин к этому привела понимаете да а в Перте в Австралии он в августе приедет восстанавливать свое гражданство российское там ему нужно и так далее нет нет он не возвращается сюда просто ему паспорт второй нужно то есть смысл в том что до коммуникации они помогают нам во всех этих вопросах но каким образом возникла в этом необходимость просто потому что в каком-то месте мы не можем получить желаемого и поэтому тоже не хочу черту на рога вот это вот называется калиюга вот это поэтому есть такая необходимость вот а если естественная культура писать себе да когда когда кришна из вриндавана в мадхуру поехать собрался гопи готовы были кидаться под колеса понимаете USD колеси трагедия если я куда-нибудь уехал на расстояние 20 километров вы будете по этому поводу под колеса машины кидаться для них это далекое место маккора чего не хватает во вриндаване сегодня в ритмане связь вот поэтому на этом мы закончим шамад бхагаватам ки джан а